Согласитесь, выглядеть достойно в любой ситуации – это ценный навык, который имеется далеко не у всех. Что же касается Кейт Миддлтон, то она долго шла к пониманию того, каким должен быть ее внешний вид. Не только публичность, но и королевский протокол, ведь накладывают на нее свои ограничения. Она просто не может упасть в грязь лицом. Не может и все тут. И вот в этом ей помогают не только команда стилистов, но и некоторые стилистические хитрости. Ну вот, к примеру, если вы обратили внимание, на некоторых фотографиях Кейт можно увидеть ее туфельки, будто бы ей немного великоваты. Не сильно, буквально на размер. Что уж там, если целенаправленно не приближать снимок, то этого даже и заметно не будет. Но папарацци-то замечают все. Все, что рождает вполне закономерный вопрос. Как же так? Неужели для будущей королевы обувки по размеру не нашли? Да, конечно, нашли, конечно. Только вот на официальных мероприятиях эта самая обувь по размеру просто ни к чему. Все дело в том, что за день герцогиня может посетить сразу несколько мест с официальным визитом. И везде она на ногах. К вечеру можно себе представить, как отекают стопы. Вполне могут причинять боль вот такие моменты, особенно в туфельках узких. И вот поэтому-то вся обувь герцогини чуть-чуть больше, чем надо. С тем расчетом, чтобы не было отека стопы. Еще один нюанс. Колготки с силиконом. Опять же, на фотографиях видны ребра силикона на подошве. И тут возникает закономерный вопрос. Как Кейт еще не стала Золушкой и не потеряла свою туфельку с учетом того, что она эта самая туфелька, как мы с вами только что обсудили, на размер больше? Ответ достаточно прост. Герцогиня специально покупает колготки с силиконом на пятке и стопе, чтобы сцепление ноги с обувью было максимальным. Силикон не виден для посторонних, но обувь буквально прилипает к нему. С учетом того, что по протоколу Кейт нельзя появляться на публике с голыми ногами, вот такой вариант выглядит оптимальным. Очередная хитрость звучит весьма забавно. Подол с грузиками. Да, вы не наслышались. Кейт множество раз приходилось, что называется, ловить юбку в последний момент. Вообще, она частенько попадает в курьезные ситуации. То блузку задом наперед наденет, то юбку у нее ветер унесет. Причем история с ветром стала практически мемом. Каждые пару месяцев юбка предательски взлетает в воздух, показывая окружающим то, чего не следовало бы. Хотя, надо сказать, у Кейт весьма стройные ножки. В итоге такое поведение Кейт просто-напросто надоело. Ну и уж, конечно, не только ей по протоколу невозможно. И вот тут-то и было установлено. Во все юбки Кейт Миддлтон надо вшивать небольшие грузики. Причем не только Кейт, но и других дам королевской семьи. Надо сказать, что дамам указано избегать А-образных юбок и одежды из легкой летучей ткани. Ну, со вторым пока проблемы. Грузики в последнее время спасают Кембриджскую от конфузов. Следуем далее. Клатч и маленькая сумка как спасение. А вот этот способ Кейт явно позаимствовала у своей свекрови принцессы Дианы. Суть его в том, что клатч становится важной частью образа, играя не только декоративную, но и утилитарную функцию. Ну, например, выходя из машины, клатчу можно прикрыть подол или зону декольте. Но наиболее часто Кейт пользуется другим методом. Беря клатч двумя руками, герцогиня вполне вежливо избегает рукопожатий. Удобно, что уж там. Ну, и никто не обижается. И еще один немаловажный момент в жизни Кейт. Ее постоянная занятость. На походы по магазинам и шаппингу у нее просто времени не хватает. Но с учетом того, что личность она медийная, появляться постоянно в одной и той же одежде ей просто не пристало. И вот тут на помощь приходит дубль одежды. Да, удачный фасон, который Кейт действительно идет. Она просто заказывает или покупает в нескольких оттенках. И разнообразие присутствует, согласитесь, и время экономится. Герцогиню частенько ловят на этом королевские модные эксперты, подмечая любые бренды и фасоны. Собственно, за вот эту идеальность, наверное, Кейт и любит. Да, у нее нет смелого макияжа, у нее нет ярких колготок, как, допустим, у ее свекрови Леди Дианы. Кажется, она вовсе лишена духа бунтарства и внутреннего противоречия в стиле. Однако Кейт Миддлтон в данном случае идеальное воплощение правильной принцессы, которая все делает по протоколу и практически не попадает в скандальные или неловкие ситуации. Возможно, именно поэтому для многих она и является настоящей иконой стиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok